Доброе время суток радиослушатели! Просто хорошего человека из Стольного Града Москва. Здравствуйте, Ангела! Здравствуй, Владимир! Здравствуй! Привет! Привет, радиослушатели! Всем здравствуйте! Давно не виделись! Я по вам соскучилась! Итак, будем разговаривать о том, что происходит в мире. Итак, Ангела, в двух словах расскажите, пожалуйста, про себя для тех из нас, кто слушает нас впервые сейчас. Я таролог, рунолог, ведьма-асатру, ведьма скандинавской традиции. Занимаюсь языческой скандинавской магией 7 лет уже в целом, как и в принципе графической магии. Использую различные строи, руны, глифы и так далее. Работаю с людьми. Приемы, чистки, гармонизация любовных вопросов. Потом также в управлении финансовых каналов и так далее. Ну, то есть это бесконечный процесс. Бесконечно перечислять можно те сферы, которыми я занимаюсь в человеке. Кроме целительных практик, потому что считаю, что лечить должны врачи. Это моя принципиальная позиция. Понятно. Хорошо. А что же мы сегодня будем смотреть на картах в плане мировой политики? Хотя мы политикой в принципе не занимаемся. Задавайте вопросы, Владимир. Я, честно говоря, от политики немножко отошла. Да. Раньше было даже такое в моей жизни, что я косвенно занималась продвижением этих политиков. Но с тех пор у меня что-то как-то стало неинтересно. Я поняла все, как это изнутри. Ну, я, конечно, новости смотрю, но все меньше и меньше, честно говоря. Потому что это меня разбалансирует. Я начинаю переживать. Ну, наша радиостанция вообще не говорит о политике. То есть у нас нет рекламы, нет политики. У нас только всевозможные вещи, которые связаны так или иначе с духовностью. Плюс хорошая музыка. Итак, в рамках... Все-таки вот в рамках того, что происходит в стране, в мире, карт, которые могут как инструмент предсказать то или иное событие, либо же причинно-следственные связи этих событий. Итак, вот вопрос. Что у нас будет дальше в контексте мира или войны с Украиной? Такой вот серьезный вопрос. У нас, у вас или у нас, у нас? В Америке или в России? Россия-Украина. Россия-Украина. Точнее, задавай вопрос. Да. Потому что не важно. Да. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Что Сибирь, что Аляска, что Америка. Что же будет дальше, развитие событий. На Украине и России. По поводу, возрастно, давай, восточных территорий. Да. Да, абсолютно. Ну, пока это бесконечные войны за деньги, за ресурсы. Один торгается, один торгается с деньгами. Какие у нас карты, Паш Пентакли, то есть, занесены средства, чтобы эту войну, естественно, раздуть. Олигархические структуры этим все занимаются, в частности, с президентами, наши, не наши, я не буду указывать конкретно позиции, просто я так вижу. Далее колесница на всех парах, одни воюют с другими. И тут же крысы, туз Пентакли рядом с книгой, две крысы. То есть, это как бы говорит о... Первая карта, не знаю, немножечко отливает. Ну, с монеты стоит человек, то есть, с деньгами занесено за эту войну, поэтому так просто ее прекратить нельзя. Вот сейчас Украина в каком находится положении, то есть, как кукла Вуду. А там маг балансирует на весах, то есть, идет какой-то баланс, они стараются соблюсти, но, тем не менее, не всегда это удается. По итогу десятка, ой, семерка жезлов. Ну, это, опять же, предложения, переговоры, но другие не факт, что принимают, то есть, это постоянная борьба. Постоянные... Я это задала вопрос в течение года, как вот это разрешить. Ну, да. Год-полтора, вот так еще будет. В принципе, то, что сейчас происходит, да, то, что... Пока не отобьют, наверное, свои территории, я... Тут такой вопрос, то есть, Украина, это вообще достаточно болезненная тема. То есть, тут споры, и можно бесконечно, кто виноват, кто прав, я не хочу вторгаться, честно говоря. Иными словами, карты нам сказали, что это еще будет все продолжаться, так просто все закончится, и положение достаточно нестабильное. Ну, судя, исходя из карт, которые выпали, там, да, то есть, там все плохо в отношениях между Украиной и Россией. Ну, там борьба больших денег, борьба, то есть, так просто наши территории не отдадут, естественно, там и Путина интересы, естественно, там и президентов олигархов украинских интересов, там договорено все, и там, соответственно, американские интересы, поэтому это все будет. Второй вопрос. Ангела, скажите, пожалуйста, что у нас с упавшим самолетом, что говорят карты, почему он упал? Я имею в виду рейс... Смотрела, сейчас будем смотреть. Я имею в виду рейс, который разбился... 3, 2, 1, а вот это вот... Да, 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 который в Египте разбился, да. Все-таки я слышала, многие склоняются к теракту, но, честно говоря, я... Давайте посмотрим, что нам карты сказали, скажут. Давай так скажем, кто виноват и непосредственно, кто... либо это ошибка экипажа, либо это внешние стороны, это часть вторжения внешних лиц, давай так спросим. Нет, это высшие силы, это внутренние, внутренние, то есть тут идет двойка чаш, то есть это как два пилота, или не знаю, то есть получается как-то полюбовное что-то такое, то, что люди... Ну, то есть там нет войны, и тут именно внутренняя ошибка какая-то, а потом королевы Пентакль, то есть нет, я не вижу ни шпиона, тут не... так должно было случиться, это папа, это Афан, и тут же туз Жезлов. Нет, какие-то ошибки, неполадки, тоже сложно. Никаких внешних конкретно, что кто-то вошел, бомбы, нет, я тут не вижу. Это все провокации раздувают. То есть просто разбился самолет, потому что так было надо, потому что... Ну, внутренняя, да, техника тоже не идеальная. Идеальная. Понятно. Хорошо. То есть я... это к тому, что, может быть, там что-то сбрахлило, что-то связано с материальным, но это не теракт. Вот я к этому. Понятно. А еще вопрос. Вот сколько президент России будет у власти? Ух ты, как ты, какой вопрос-то интересный. Непростой. Сколько у нас... А сам-то как думаешь? Ты думаешь, что уже пора, да? Да. Ну, дело в том, что я думаю, что на все воля Божья, и каждый народ достоин своего президента. Ну, да. Путин, скажем так, не самый плохой президент из тех, который был. Ну, нас разных предсказывали, поговаривали, что, может быть, не Кудрин сейчас кто же другой-то, замену готовил. Но я не знаю, насколько это все. Слухи или правда, посмотрим. Но пока рейтинги у него, конечно, бешеные. И я сомневаюсь, что он захочет. Ну, давайте посмотрим, что карта скажет. Давай. Так, у нас... Когда выбор ближайший президента? Ну, я сейчас... Ваших не знаю. Ваших уже идут. Я поняла. Ваших уже идут. Там предвыборные вовсю. Так, давай так. Задам вопрос. Будет ли он, Владимир Владимирович Путин, президентом на ближайший срок? Вов, а ничего, что так у наших властей защита от просмотров есть, так или иначе? Ну, конечно. То есть, во-первых, потому что реальность еще не определена, но, во-вторых, еще ведутся переговоры. То есть, пока я не могу дать четкого ответа. Это честно. Пятерка Пентакли идут присматривать. И также другие персонажи. Возможно, будет кто-то помоложе. Тот, кто... Ну, под ним. Паш Мечей. То есть, не обязательно молодой, но тот, кто под президентом, под властью, то есть, помощник какой-то. И тройка Жезлов. То есть, тут идет карта. Пока это думают, определяют наверху. То есть, переговоры ведутся. То есть, внизу люди, едва, вверху переговоры. То есть, как по ситуации. То есть, на вопрос, сменится ли Владимир Путин на посту президента, или не сменится. Там пока непонятно. Там мы видим только защиту. Да, ничего не понятно. Пока непонятно. То есть, возможно, это не защита, но она тоже временная. Но пока будут, исходя из рейтингов, из удовольствия людей, народа. Но я слышала такие вещи, что не то, что снять хотят, но готовят приемника. Я, возможно. Просто эта информация сейчас нам в итоге. Опять эмоции, опять туз кубков не могу. Я даже задала вопрос. Путин у нас весы на знак. Не могу. Тут закрытая книга, видишь? Закрытая книга. Итак, уважаемые друзья, хочу напомнить, что на волнах радиостанции Сан-Гейтс у нас сегодня замечательный человек, который владеет тайным искусством предсказания на картах Таро, Ангела Грант. Прошу любить и шаловать. У нас сегодня такой открытый микрофон, то есть люди, которые дозвонятся нам по телефону 847-226-9956 и зададут вопросы. Ангеле, мы постараемся на них ответить, точнее, не мы, а карты путем карточного гадания. Чем Ангела и занимается? Диагностика. Диагностика. Почему же не мы-то? Ну, конечно. Ну да. Нет, но на самом деле есть такая версия, что мы всего лишь... Вот вопрос. Человек, который гадает, он есть суть провода или оракул? Если провода, ему все равно, что он говорит, и на его карму ничего не влияет. Если он оракул, то он имеет отношение к этому. Вот как бы... Я провода, я не вовлекаюсь. Я не вовлекаюсь. То есть даже кто-то... Как ты думаешь, как ты чувствуешь, как ты смотришь? Я говорю, вот, смотри. Я не думаю, я не чувствую. Я в данном случае... То есть я чувствую, но я не вовлекаюсь в ситуацию человека. Проблемой я не стараюсь, когда я прошу вопрос, я стараюсь это отрешенно делать. Не проецирую свои мысли или домыслы на эти карты. Вот как будет, так и есть. Я в данном случае проводник. То есть вы... Это силы, да. Я так вижу через силу. Да, кто-то видит ясновидним, кто-то я так. Потому что если я начинаю вовлекаться, это неправильный прогноз будет. Он недостаточно будет четкий. То есть он недостаточно будет независимый. Ну а теперь, да. Следующий вопрос. Вот у нас пришел из Алены из Хабаровска. Это Россия. А будут ли какие-то катаклизмы ожидать нас в этот или в ближайшие годы, как предсказывают многие ясновидящие? Вот такой ангеловой вопрос. Россию. Россию или Европу. Именно Россию. Тут написано Россию. Катаклизмы как-то войны или как... Здесь не уточняется. Смс-ки не уточняются. Шапка. Часть головы. Шапка. На голове. Может, тележка территории. Ну, знаешь, что-то пытаются у нас урвать, чтобы Россия что-то потеряла. Но в данном случае это не территория, это скорее деньги, ресурсы. Ну, то, что если рассматривать, как шапка отлетает у человека. А также, да, шпионы вокруг. Вокруг одни шпионы, вокруг те, кто... Враги, так скажем, другие страны, государства, которые хотят урвать, оторвать. То есть это... Разжечь, может быть, какой-то конфликт. Причем... Но дело в том, что мы на чеку. То есть тут человек спящий, и все равно перед ним пистолет на переднем фоне. То есть револьвер, он в любом случае может проснуться, а сзади шпион, который заходит ночью. Вот. Какие-то смерти, возможно, как это ни прискорно. То есть это король мечей, голову. Если бы, да, это теракт, это я сразу, я вижу. Теракт, то есть ты понимаешь, что может быть, это правители как раз тут. Ну да, о, восточный трон, лампа, восточная лампа. Ну да, со стороны Востока, скорее всего, видишь, головы сплечут. То есть все какие-то устраивают люди, которые мы вмешались. Ну да, тут же еще ИГИЛ, все надо это учитывать. Вот, что мы туда в Сирию вмешиваемся сейчас. Ну да. Ну вы. Америка особо не вмешивается никуда. Да, да. В данном случае, да, Россия. Вопрос. Ну я бы не сказала, что Америка не вмешивается. Ну, Америка уже вмешалась и уже все. Америка уже ждет, что будет. Ну да. Она уже все сделала. Ну да. Вот. И теперь смотрит на результат. Но мы сейчас говорим не о политике, наша станция вообще о политике старается не говорить. Но вот следующий вопрос. Чем все дело кончится? Есть много количества экстрасенсов, ясновидящих и магов, которые предрекают вообще катастрофу Земли в ближайшее время, какие-то катаклизмы. То есть я сейчас уже говорю не только о России, я уже говорю о конкретных катаклизмах, больших и чуть ли не признательных. Ты имеешь в виду? Света, да. Связанная с климатическими изменениями, с летаниями ледников, и с землетрясениями, и с вулканами и так далее. Да, и со всей пиротехникой. С перуном и ее пиротехникой, да. Сейчас, то есть, ну а как же Ванга, Нострадамус предсказывали? Нострадамус я точно читала за, по-моему, 25-й год, что-то тогда вот. Ну есть еще Эдгар Кейси, который, и Ванга, то есть много есть ребят, которые... Именно предсказывали больше, связанные с земной корой какие-то проблемы, и... Ну это не... Боин, конечно, тоже, да, то есть я сейчас даже не хочу думать и говорить, будет ли там Третья мировая, или не будет, и нас всячески в это вмешивают. Ой, не знаю. Ну ты карты знают, карты знают. Давай, я не про Третью мировую, я сейчас про непосредственно земные катаклизмы, катастрофы, непосредственно... Да, которые коснутся, могут коснуться всю землю. Дай Бог, чтобы... Сроки мне задавай, 10, 15, 20 лет. Год. Ну какой год, ну это... год это мало-мало. Хорошо, 10 лет. Год нет, год 8, 8-ка, пока мы в безопасности, тут пока все нормально. Так, 10 лет. Ну опять же, карта шпиона, первая идет вообще по шпентакле, то есть может быть какие-то предпосылки, то есть земная кора, ну нет, 10 лет это... Рано еще, я вот даже сама чувствую, то лет там 30, может быть, 25, вот так вот. То есть поживем еще? Да, конечно, то есть тут рано, так все быстро не происходит. Возможно только изменение погоды и вот какие-то смена поясов и так далее, но не жесткая. Нет, пока... Давай срок 20 лет назовем. Да, 20 лет. 20 лет солнца, тут карта, карта десятка, десятка чаш, но тут как и карно солнце летит, возможно, какие-то моменты. И карно солнце это техногенная катастрофа. Техногенная. И карно солнце это 100% техногенная катастрофа. Тут же Паш Жезлов, ну то есть ты знаешь, как вот человек летит снизу вверх, девушка в платье, как вы... Как будто ничего не боится, но вот взлетают, может быть, действительно люди. Но опять же, и высшие силы над этим, то есть как выше... Сейчас карнофан-то дополнительный выложу. Ну да, борьба. Может быть, один человек изобретет какое-то оружие или что-то новое, предлагает другого, а другие боятся применять. То есть паника. Да, ты, кстати, прав где-то. То есть что-то, ядерное солнце, вышло солнце, там солнце. Энергия. Темная энергия. Энергия. Что-то сделают они типа от родного коллайдера, может быть. Ну вот, да. Еще какую-то такую технократическую штуку, которая, возможно, навредит. Ну не с природными. Это мне нужно другую колоду, кстати, очень хочу завести. Надо бы себе купить. Есть такие колоды местности, колоды стран даже. Даже очень хочу, надо сказать, спасибо за идею, буду техногенные моменты смотреть. На обычных арканах, скажем так, это непривычно, непривычно, да. Ну можно. У меня такая колода тут и разрушение, и мне очень нравится. Второй темный гренуар называется. Ну да, такая добрая колода. Ну, она не злая, но она, для меня она универсальная. Но она, честно, у нее есть очень добрые карты, очень такие, смотри. Да, а чем она отличается от обычной стандарты колоды? Ну, она частично по лавкрафту, по вот этим вот моментам сделана, темный гримуар. Также от стандартной, на ней воздействие хорошо смотреть, то есть по магии, если нет, там всякие порчи, привороты, страхи, негативы. Вот, кто делал магию, через что делали. Ну, она вообще, знаете, на ней очень много нюансов, она вообще отличается многим. То есть по классике, я тут читаю кое-что из классики даже на ней, но я ее понимаю по-своему. То есть очень много тут нюансов, очень много людей, событий. Тут, знаешь, каждая карта такой целый мир. И они вообще, в принципе, достаточно не классические. Мне нравятся не классические колоды. Ну что ж, Ангела, последний момент, раз у нас карта так хорошо видит воздействие извне, давайте посмотрим, есть ли на мне какие-то воздействия извне. Я и сам знаю, но мы посмотрим, что скажут карты. Ты намекаешь. Да. Ты намекаешь уже. Ну, вы сами сказали, что эта колода лучше всего определяет воздействие. Ну что ж, посмотрим, как же оно, что же оно им сейчас скажет. Тебя ничего не пробьет, у тебя защита хорошая, поэтому я сейчас не скажу. То есть тебя, чтобы пробить, это надо целыми днями, наверное, начать, ну, не дейти тебе защиту, а отбивать сразу. Можно, только это очень дорого. Можно, только это очень дорого стоит, да. Так можно, наверное. Наверное, пробить можно каждого. Можно пробить, конечно, но ты это быстро почувствуешь и разом призовешь своих защитников, они сами прилетят и так обалденно дают, что мало не покажут, потому что по секрету. Да, да, понимаете, работая на мистической станции, волей-неволей, так или иначе, немножечко начинаешь приобщаться к этой культуре. Да, да, не скромнейший. Музыкант, музыкант-каббалист. Опять же, опять же, да. Итак, уважаемые друзья, хочу напомнить, что у нас в абсолютно прямом эфире находится Ангела Грант, Сангейтс Рэйдио. Это всегда самые интересные новости из мира оккультизма, из мира того, что не сталкивается с нами каждый день в быту, и, с другой стороны, сталкивается с нами каждый день в быту. У нас нет рекламы, у нас нет политики, у нас есть только интересная информация. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 847-226-9956, задавайте свои вопросы. Еще раз напомню, в передаче «Терра инкогнито» у нас сегодня выступает Ангела Грант, рунолог, таролог, маг, предсказатель и просто хороший человек. И я ваш покорный слуга Владимир Гершанов, у нас продолжается эфир, у нас есть еще немножко времени. Я для тебя новость, пока ты говорила. Вот. У нас выпадает колесница, то есть кто-то пытался. Но в итоге девятка Пентакли, в итоге женщина, идущая куда-то там вдоль, то есть, ну, это не ляжет. Ну, опять же, попытки, и дальше семерка мечей, то есть, это шпион. Как ляжет, спросила, если даже эти попытки есть. А никак. То есть, это шестерка чаш, женщина сидит вот так, что-то ждет. Ну, пусть ждет. Ну, пусть ждет. То есть, что-то такое, что-то там отправлено, больше скорее какой-то послеживает. То есть, карта мечей, это скорее хитрость, это скорее слежка, нежели, ну, уколы какие-то, уколчики. И знают, что тебе как-то как-то попом. Да. Я на зиму имею хороший слой магического жира, пускай тыкают. И меха. И меха, да, да, да. Нет, ну, мех без жира, например, медведю, он не имеет смысла. Если медведь не нагулял правильный вес, то ему будет очень тяжело. А еще хуже тем, кого он в лесу голодный словит. Вот, поэтому давайте не будем тыкать медведя палкой. Особенно если он зимой и если он не нагулял. Ну, в данном случае, слава Богу. Итак, Ангела, осталось буквально пару минут. Еще последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, какой-то очень удачный такой вот вариант предсказания, который сбылся вот у вас и у вашего клиента на 100%. Обязательно позитивный? Ну, все равно. Ну, например, скажем так, подруга обратилась, спрашивала не за себя, а за своего друга. Вышел молодой человек из мест заключений, наверное, 10 лет далее. Что-то подсунули ему, наркотики или подстава какая-то. И в итоге я говорю ей, скажи ему, чтобы не общался с бывшими, те, кто с ним может быть сидел или еще что-то. То есть, теми людьми просто новое общество, новую жизнь, если вышел. То есть, первый раз его отец не отмазал. Отец был влиятельный, в управе какой-то работал. То есть, не получилось. Хотя парень со связями просто свои подсунули, подставили и посадили парня. Вышел, и я говорю, пусть не связывается с теми, с теми, с теми. Она мне звонит недавно, говорит. Ну, такая ситуация, Ангела, как ты сказала? Да он связался, он не поверил мне, я ему передала твои слова. Ну, посадили его второй раз. Причем, он должен был перевозить какие-то технические обеспечения, что-то. А ему полгазели напихали героина. Как будто он вез в компьютерных технологиях, в компьютерном оснащении героин. И парня загремели на 25 лет. То есть, это свои, с кем он вот так вот доверял людям. С кем он сидел, ну, как бандиты, да? Да, плохо. То есть, знаешь, такая подстава. Ну, для этого и существует... Ну, просто, конечно, да, надо слушать. Ну, для этого и существуют экстрасенсы, маги, медиумы и прорицатели, и гадатели на картах. Для того, чтобы предупреждать людей. Не, правда. Первый раз на 5 лет вру. 5 лет ему дали за какую-то ерунду. Просто случайность. А второй раз уже, знаешь, ну, это просто карма какая-то. Ну, что, время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Я не говорю вам до свидания, говорю вам до новых встреч. Спасибо, Ангела, что присутствовала на нашем сегодняшнем эфире. Итак, уважаемые дамы и господа, тот, кто не слышал нас в прямом эфире, может вполне нас посмотреть в YouTube или на сайте sangeetsradio.com. Огромное спасибо всем тем, кто нас слушал, а также вам Ангела Грант, человек, который видит будущее, у которого есть для этого специальный инструмент Таро. И обращайтесь, пожалуйста. Она всегда поможет. Спасибо. До свидания. До встречи. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова